Всем привет! Сегодня пересадим вместе с вами фикусы. Вот таких три экземплярчика я приготовила. В серединке вот этот аляпистый это ригидан, с краешку это кинки и самый первый это дегантель, который я купила совсем недавно, недели две назад. Если честно, даже боюсь его трогать, этот новенький, потому что он только-только начал у меня адаптироваться, только начал выпускать новые листочки. Но горшок здесь совсем маленький, диаметр, наверное, сантиметров 9 только. И она говорила, что, точнее не говорила, а писала, когда продавала на авито, что в скором времени нужно его пересадить, потому что там уже грунт истощал весь и не осталось полезных веществ. И все равно мне как-то легче на душе будет, если я буду знать, что это мой грунт. Во-первых, во-вторых, здесь горшок керамика. Я не знаю, как его на зиму оставить в керамике. Он даже сейчас вот в прохладную погоду, холодный на окне у меня стоит ледяной. Я пенопласт подкладываю под него. Сорт редкий, красивый, дорогой. Мне-то он достался недорого, а на самом деле он очень дорогой, этот сорт. Сейчас, конечно, камера не передает, стоит все издалека. Ну, давайте приступим, а то много болтаю. Так, начнем мы, наверное, с самого большого фикуса. С оригидана. Камера не передает. Его размер он очень крупный и очень красивый. Ствол толстый. Самый толстый ствол из всех моих фикусов, что у меня есть. Потому что я его изначально посадила в маленький горшок, в узкий, и он у меня рос там очень долго, как это нужно для фикусов. А многие остальные фикусы свои я посадила сразу в большой горшок, поэтому у них тонкие стволы. Можно их сажать в узкие горшки и не обрывать нижние листья долгое время, несколько лет, пока он не образует вот такую толстую кровь. Хотя это у меня еще не такая толстая. И на камере, как всегда, конечно, не передается размер. Бывает еще толще. Поэтому фикусу, наверное, года... Сколько ему года? Четыре, может быть. А может и больше даже. Очень нравится он мне. Давайте сейчас его раскопаем и посмотрим, какие там у него корни. С горшками у меня нынче дефицит. Очень много растюх пересадила в горшки, которые у меня были уже дома. Поэтому остается уже практически мало. Вообще ничего не остается. Нужно покупать, в магазин не охота вылазить. То, что есть, использую горшки. Но больших уже не осталось двухлитровых. Все уже использовала с пересадками. Так, сейчас посмотрим. Может быть, думаю, даже в такой же размер пересажу его. Это полтора... Нет, не полтора, один и два, по-моему. Но, наверное, мало будет. Есть у меня горшок от орхидеи большой, прозрачный. И либо вот от этого вот фикуса кинки два с половиной литра от него возьму. А этому фикусу нужно меньше горшок. Сейчас посмотрим, какие у него корни. О! Шикарные корни шикарные. Объемчик. И практически все заросло корнями. Грунт я не знаю, как сейчас я буду убирать. Я его не успеваю поливать. Через день поливаю. Вот потому что он у меня уже оплел весь горшок почти с корнями. Почти, а даже весь по размерам с горшок стали корни. Не убирается, конечно же, как я и думала. Поэтому чуть-чуть только уберу, что возможно. И прям вот так вот с комом посажу только двух с половиной горшок литров. Я возьму сейчас от фикуса кинки. Помою его и посажу этого красавчика туда. Нет, нет, никак. Больше никак не чистится вообще. Это в основном не земля, это в основном корни. Это все корни. Поэтому я даже, видите, вообще никак. Я даже мучиться не буду и фикус мучить не буду. Прям вот так вот все это посажу сейчас. Не хочу прям сильно тревожить его, чтобы он мне потом болел. Потому что как бы уже не весна, уже лето. Летом уже тяжелее немного переносит пересадку растения. Самое лучшее весной. Вот так получилось. Извиняюсь, камера дернулась. Сейчас я пойду помою горшочек и вернусь. Все, помыла я горшок. Два с половиной литра керамзит на дне. И грунт у меня, как всегда, универсалка. Плюс торф верховой. Плюс вермикулит. Немного циолита. И зола. Либо можно уголь. У меня угля пока нет. Поэтому у меня зола. Приступим к делу. Прям притык. Конечно, можно было бы немножко побольше. Но я не хочу, чтобы очень сильно разрастался фикус. Потому что у меня места катастрофически не хватает. Поэтому горшок будет только такой. Да и больше размером у меня сейчас на данный момент нет горшков. В магазины бежать не хочу. Поэтому посидит еще некоторое время в этом. Два с половиной нормально им будет. Время у меня есть. У тебя будет. Где-то, где-то, где-то. Время у меня. И в центре. У меня есть. У меня нет ничего. Продолжение следует... 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 Моя соседина думает, что она там делает, колотит без конца. Всё пересадила, так вот получилось. Сейчас я его тепленьким душем помою. Когда пересажу все остальные фикусы и поставлю его под лампу, именно этот экземпляр. Другие сорта на подоконнике будут адаптироваться, а этот у меня под лампой постоит, потому что он мне дорог. Всё, красавчик. Так, дальше у меня ещё два экземпляра. Вот такой Golden Monique. Я его уже раскопала. Такая корневая хорошая. Он такой длиннющий, штамп, сидела у меня в двух с половиной литровом горшке. Сейчас думаю, наверное, посажу его вот сюда. Один и два будет ему нормально. Я сегодня уже третье видео снимаю, поэтому у меня немножко язык заплетается. Иногда несколько видео сразу снимаю в день, выкладываю и не сразу поочерёдно, потому что совсем времени нету снимать. Несколько видео накоплю и выкладываю каждый день, через день. По нескольку штук, наверное, вам неинтересно даже смотреть в день по нескольку видео, я так думаю. в день по нескольку. В день по нескольку. без вас вчера позавчера потому что возможности включить камеру очень много тоже дел домашних сейчас еще дачный сезон поэтому все бегом бегом быстренько беру горшочки переваливаю пересаживаю не всегда включаю камеру так все достаточно так получилось дальше у меня есть еще один вот такой кинки я тоже его раскопала уже такие корни хорошие ему уже очень много лет просто этот сорт как бы карликовый правда конечно может большим вырастать если его вырастить постараться но я вот такого его маленького прощу вот это вот хочу соединить ствол этот стволик вот так соединить соединить хочу и в небольшой горшок посадить сейчас сидел он у меня большом горшке вот такой горшок будет около литра где-то нормально в самый раз дренаж камушки у меня закончились пенопласт переменю немного пенопласта вообще можно конечно вытащить корни наружу как типа бонсай сделать когда надо было гашок красиво покупать керамический 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 типа бонсайницы а так можно с этим сортом проделать запросто корни наружу вытащить очень даже красиво получается куда у него ствол толстый корни получается ствол то есть я хотела сказать уже заговорились все так видео получилось длинное буду заканчивать всем всего хорошего до свидания